Всем привет! Сегодня будет видео о фаворитах за последнее время, а также в это видео включу фавориты зимы, чем я больше всего пользовалась. Сегодня не буду рассказывать о каких-то средствах типа мицеллярка от Гарнии или гель для бровей от Artvisage. Расскажу именно о тех средствах, которые я открыла для себя этой зимой. И в общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И давайте, как обычно, начну с ухода. Здесь у меня меньше всего продуктов, потому что как-то вот в уходе я не могла себя никак найти. Не в уходе за волосами конкретного ничего мне прям вот вообще за душу не взяло. И также по уходу за лицом и телом также ничего особо такого конкретного я ничего отметить не могу. За исключением вот, к примеру, вот такой вот скраб для лица от фирмы Organic Therapy. Очень он мне нравится. Пользовался я им просто постоянно на протяжении всей зимы. Что мне понравилось в этом скрабе, так это то, что он весь полностью состоит из таких мелких скрабирующих частиц. То есть я даже не заметила того, что это какая-то вот масса, в которую просто всыпали вот эти вот скрабирующие частички. Вся сама масса состоит из таких вот мелких-мелких частичек. Называется это золотой скраб для лица. И я бы даже на самом деле назвала это золотым скрабом, потому что, когда посмотрите на скраб, он очень такой вот блестящий. Что-то сюда добавили, очень красиво, очень приятно пахнет. И что самое интересное, хорошо скрабирует, но при этом не травмирует кожу. И также кожа у меня после этого скраба никогда не остается сухой. То есть не сушит кожу. В общем, этим скрабом я довольна и могу вам всем его порекомендовать. Из ухода также хочу отметить вот такой вот гель для душа от корейской фирмы FaceShop. Я его вам показывала в видео о покупках корейской косметики. И чем меня привлек этот гель для душа, так это своей консистенции. Во-первых, он не растекается на руках, очень хорошо пенится, хорошо справляется со всеми своими задачами. И также мне понравилось ощущение. Такое обволакивающее создается. И очень приятно им пользоваться именно зимой. Он пахнет лавандой, но для меня это чисто такой классический запах меда. Я, по-моему, даже об этом говорила. Не знаю, это лаванда, но для меня почему-то это такой вот запах меда. Что-то такое вот согревающее, очень такое нежное, обволакивающее. Очень довольна я этим гелем для душа. Расходуется также очень экономично. И вот у меня здесь осталось совсем вот чуть-чуть. И я им пользуюсь, наверное, на протяжении всей зимы. И до сих пор вот я его еще не закончила. Из ухода это все. И остальное будет у меня только из декоративной косметики. И здесь у меня мало-помалу. Но есть те продукты, которым я просто не могу никак изменить. Во-первых, это вот такой вот тональник от L'Oreal Lumimajig. И вот такой вот тональник от Bourjois Helsing Serum. Эти два тональника мне нравятся безумно. Во-первых, потому что этот содержит в себе светоожторожающие частички. Очень хорошо смотрится на лице. Кожа такая сразу подсвеченная, здоровая. Этот тональник мне нравится тем, что он очень хорошо держит на лице. По крайней мере, на моем лице держится практически весь день. Нравится мне и по консистенции, не подчеркивает шелушение. Для жирной кожи также подходит. Я его и летом также использовала. И в последнее время мне очень нравится смешивать эти два тональника между собой. Потому что сейчас, когда такой вот межсезонье начинается, у меня кожа в некоторых местах начинает шелушиться. Хотя у меня кожа нормально склонна к жирности. Но вот почему-то начала сталкиваться с какими-то шелушениями. И я их смешиваю оба-два вместе. И получается вот такое вот что-то среднее между этим и этим. То есть вроде бы кожа и подсвеченная, но в то же время не подчеркивается шелушение. И держится хорошо тональник. В общем, я ничего не имею против того, чтобы смешивать какие-то средства. Так что эти два тональных крема безумно просто нравятся мне. И также могу вам смело их рекомендовать. Следующие продукты пойдут также для лица. Их я уже открыла этой зимой. И где-то это было, наверное, в конце декабря, в начале января. Во-первых, это была вот такая вот пудра от MAC. Она мне безумно нравится тем, что она такая полупрозрачная. Очень легкая, очень хорошо фиксирует макияж. Очень хорошо подходит как для самостоятельного просто использования. Классная пудра, очень натурально смотрится. Всем вам ее рекомендую. Она мне очень нравится. И также, что касается продуктов для лица. Этой зимой я попробовала такие вот румяна от Milani. Это у меня в оттенке знаменитым луминосы. Безумно рада я этими румянами. Потому что, во-первых, они очень естественно смотрятся на мне. Во-вторых, потому что оттенок мне идеально подходит. И в-третьих, создается такое вот сияние на щечках. Но это не такой вот крупный шиммер. Это такой кораллово-персиковый цвет с таким вот золотистым подтоном. Очень классные румяна. И мне они очень нравятся. Кстати говоря, мне писали о том, что они держатся не очень хорошо. Там полдня или сколько. Но если наносить эти румяна просто на пудру, то они держатся немного меньше. Но если наносить их на тональный крем, то они у меня держатся абсолютно весь день. Также в последнее время мне безумно нравится использовать вот такой вот карандаш для бровей от Essence. Я его взяла где-то, наверное, после Нового года или до Нового года. Уже точно я не помню. По-моему, в конце декабря он у меня появился. И я его использую всегда абсолютно, когда мне нужно быстро подвести брови. Я вам показывала свое оформление бровей, когда я там тенями что-то там вырисовываю. Но не всегда, конечно, на это есть время. В последнее время у меня тем более времени катастрофически не хватает. И я использую этот карандаш. Я им просто абсолютно спокойно могу быстренько прорисовать себе брови, сделать абсолютно любую форму, которую я хочу. Вот этой щеточкой, которая имеется здесь на конце, растушевать, закрепить все это гелем. И все больше ничего не нужно. Классный карандаш по оттенку, самое главное, по оттенку подходит мне просто идеально. Потому что у меня волосы не совсем черные. Они с каким-то таким вот коричневым каштановым потоном. И этот карандаш как раз-таки он темно-темно-коричневый, абсолютно не имеет рыжины. То есть какой-то вот серо-коричневый карандаш темный. Очень он мне понравился. Что касается теней для глаз, то в последнее время я даже не могу отметить для себя какие-то вот прям тени, которые безумно мне нравились. Но могу сказать, что однозначно тени Floormar мне всегда нравились и будут нравиться. И в этот раз я использовала зимой. Вспомнила свою вот такую вот уже достаточно старенькую потрепанную палетку в натуральных оттенках. Правда, она идет вся такая сатиновая. Но тем не менее, оттенки безумно красивые. И я ее использовала достаточно часто. То есть практически каждый день. Просто наносила какой-нибудь из оттенков на подвижное веко и делала стрелочки. Выбегала на улицу. Больше ничего мне не нужно было. Классные тени. По качеству очень хороши. Наносятся как на базу, так и без базы. Хорошо держатся, не скатываются. Что еще сказать. Этой палеткой я абсолютно довольна. Пользовалась я ее достаточно часто. Как многие из вас заметили, наверное, что в последнее время я очень полюбила яркие губы. Яркую помаду постоянно наношу. Но не всегда, конечно, я это делаю каждый день днем. Поэтому, когда днем я ничего не крашу на губы. Губы у меня отдыхают. И я всегда наношу вот такой вот бальзам. У меня он идет от Body Shop. И я как-то этот бальзам немного отругала. За то, что, в принципе, он не восстанавливает губы. Ничего он такого не делает. Стоит довольно дорого. И, в принципе, и запах-то мне его и надоедает. Да, с этим я до сих пор согласна. Но пользовалась я этим бальзамом каждый день. Что хочу сказать по поводу таких вот свойств. Я его всегда наносила, когда я шла на улицу. Тем более, вот эти вот ветра постоянные. Он очень хорошо защищает губы. То есть, создается такой вот слой. И даже смотрится как блеск для губ прозрачный. В общем, такой немного объем появляется на губах. Но не из-за того, что кровь приливает. Это просто из-за того, что он такой вот прозрачный, как леденцы, губы становятся. Это мне, конечно, нравилось. Классный бальзам. Но не как ухаживающее средство. А как такое вот поддерживающее хорошее состояние губ. Так вот, что касается ярких губ и ярких помад. Меня часто спрашивали. Вероника, скажи, что у тебя на губах, пожалуйста. Напиши номер помады. Напиши название помады. Что за помада у тебя на губах и так далее. Вообще, этой зимой я очень много разных помад там смешивала на губах. Брала с палетки оттуда, с карандашами. В общем, всякие оттенки какие-то разные смешивала, смешивала. Но зачастую, когда у меня спрашивали на фотографиях или в видео, что это за помады. Это были всего три помады. Первая помада это помада от Джордана. Вот так вот она выглядит. Это такая красная помада. Классический красный цвет, как мне кажется. Я, конечно, не знаю, именно какой красный цвет классический, но вот этот вот красный ассоциируется у меня именно с таким вот классическим, бархатным, велюровым немного цветом на губах. Очень классная помада, очень хорошо ложится, не подчеркивает никакие шелушения. Хоть даже у вас будут такие губы немного в плохом состоянии, она их не подчеркнет. Но немного, правда, может быть и подсушит, если чересчур долго носить ее и каждый день. Это помада в оттенке 50 Scarlett Red. Очень нравится эта помада, я просто в восторге от нее. Вторая помада, которая не менее удачная, это также помада от Джордана. И она выглядит уже вот таким вот образом. Это такая вот темно-бордовая сначала мне показалась помада, когда я только ее наносила. Но потом, когда я посмотрела при дневном свете, это не бордовый цвет, а какой-то вот темно-сливовый и темно-бордово-сливовый. Какой-то такой цвет непонятный, но очень красиво также смотрится на губах. И по своим свойствам точно такая же, как и предыдущая помада. Это у меня помада, кстати, в оттенке 011 Cabaret. Очень классная помада. И последняя помада, которая нравилась абсолютно всем, когда я выкладывала либо фотографии, либо видео. Всегда у меня спрашивали, что же у тебя на губах. Это вот такая вот помада от Wet n Wild. И у меня она в оттенке 908C. Очень классная помада. Правда, есть такой минус, что когда открываешь упаковку, на колпачке всегда остается немного помады. Это, конечно, немного напрягает. Но, тем не менее, что касается самого качества этой помады, это просто что-то с чем-то. Правда, она немного плотноватая. И, возможно, из-за своей формы она не очень ровно будет наноситься на губы. Но если наносить ее или же подправлять это все дело кисточкой, то будет просто шикарно смотреться. Это такой вот именно фиолетовый цвет. Темно-фиолетовый сливовый цвет. Очень классный, очень хорошо смотрится. На губах выглядит просто потрясающе. Это также матовая помада. Она никак не переливается. Это просто чисто матовый цвет. Но, чтобы использовать эту помаду, губы должны быть просто в идеальном состоянии, в отличие от помада Джордана. И на этом все. Это были все мои зимние фавориты и фавориты за последнее время. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и, самое главное, полезным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Скоро увидимся. Пока!